Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале! Совсем недавно я вернулся с поездки в демонстрационные теплицы компании Кесон, где провел ряд съемок в теплицах с томатами. И многие зрители в комментариях задавали вопрос, что это на растениях томатов? Что это за белые пластмассовые штучки? Что это за коричневые штучки? Для чего они и что они дают? И видя такой интерес от наших зрителей, конечно же я не могу обойти это стороной. И сегодня в этом видео я продемонстрирую вам, что это такое, как им пользоваться и что это в конечном итоге нам приносит. Давайте рассмотрим сначала все поближе. Итак, кисти-держатель это своеобразная пластиковая пружинка. Видите, может как разгибаться, так и сгибаться. Выдерживает плодовую нагрузку от 3 до 5 кг. Сюда помещается непосредственно ножка кисти. И клипса. Это простейшее устройство для фиксации стебля. Томата, либо огурца с подвязочным шпагатом. Имеется замочек, легкий щелчок и зафиксировали. Давайте теперь посмотрим, как это использовать на растениях. Показывать буду на высокоростных томатах. Друзья, вот видите, здесь у нас все нормально. Кисть не переломлена. Это первая кисть. Томаты с нее давно уже убраны. Вот вторая кисть. Здесь тоже все было нормально. Несмотря на высокую плодовую нагрузку. Третья кисть. Все нормально. Четвертая кисть. Вот она еще немножко есть на ней плодов. Тоже все нормально. А вот пятая кисть у нас переломилась. То есть произошел залом кисти. И теперь в плоды не поступает питание из стебля. Потому что сосуды здесь перегнутые. Если бы мы использовали кисти-держатель, такого бы не произошло. Друзья, вот сейчас уже поздновато одевать. Одевается кисти-держатель на кисть, когда кисть цветет. То есть когда плодоножка тоньше. Вот если сейчас мы, можно конечно одеть. Да, вот оденем. Одеваем. Но сразу говорю, кисть повреждается. Этого допускать уже не надо. Когда растение подрастало, тогда это все было бы без травматизма. Все было бы заранее. Залома вот этого не произошло бы. Почему происходят заломы кистей? Ну, во-первых, потому что бывает так, что происходит выращивание при недостатке света. И тогда кисть изначально произрастает под острым углом по отношению к стеблю. Затем увеличиваются плоды, увеличиваются. И резко происходит, вот как бы, ну сначала сопротивляется, сопротивляется. Но когда масса плодов набирается до критического значения, то и происходит вот такой резкий загиб. Кисти-держатель, установленный своевременно, этому попрепятствует. И давайте сейчас рассмотрим, как использовать клипсы. Друзья, смотрите, у нас способ подвязки, ну, мы не привязываем к стеблю. Этот способ мы используем достаточно давно. Мы шпагат подстилаем под ком земли при высадке. И там он у нас закреплен в земле. Вот видите, стебель у нас не травмируется. Традиционный способ подвязки предусматривает, предусматривает, что шпагатиком обвиваем стебель, когда высадили рассаду. Но здесь зачастую бывают пережимы. Это очень плохо для развития растений. Поэтому такой способ, в принципе, нормальный. Но из минусов, то, что вот обкручиваем мы стебель растения вокруг шпагата. И тоже у нас потертости могут возникать. Ну, ветер все-таки воздействует. Это тоже не очень хорошо. И поэтому был предложен способ использования клипс. Крупное хозяйство использует в основном именно клипсы при подвязке томатов. Ну, мелкие пока еще не широко. Но, друзья, способ тоже очень неплохой. Я думаю, в следующем году мы тоже попробуем использовать клипсы при проведении подвязок томатов. Давайте посмотрим, как это работает. А работает это на самом деле все очень просто. Смотрите, вот здесь у нас в этой части, вот где мы будем складывать. То есть, по сути, как бы, ну, на дверях это навес можно назвать, да. Здесь есть место для прокладки шпагата. Вот так вот мы, если раз, видите, друзья. Вот я сбоку покажу. И фиксируем. Все, шпагат не будет клипса двигаться по шпагату. Ни вверх, ни вниз. Она зафиксирована относительно, ну, если правильно поставить. Вот, как я сейчас вам показал. Все зафиксировали. И теперь фиксируем. Фиксируем сам стебель. Раз. Все очень легко и просто. Мы подвязали. Нет необходимости обкручивать как-то. Клипса не даст стеблю собираться. Стебель будет оставаться и находиться. Всегда в вертикальном положении. Ну, сейчас, конечно же, переделывать все на клипсы, естественно, поздно. Я просто продемонстрировал, как их использовать, когда наступит время. То есть, в следующем сезоне. Сейчас сезон выращивания томатов у нас, во всяком случае, уже заканчивается. Мы добираем верхние кисти. Основной урожай уже собран. Ну, еще кое-что есть, конечно. И, друзья, в следующем году мы хотим тоже попробовать вот эти клипсы, как они себя покажут. Но по отзывам очень эффективно, очень легко, очень просто. И, главное, не травмируются растения. Вот, друзья, собственно, все, что хотел рассказать по вопросу использования кистедержателей и клипс при выращивании растений. Если кто-то захочет попробовать, то ссылочку на них оставлю внизу в описании под этим видео у нас в интернет-магазине. Можете заказать и кистедержатели, и клипсы. На этом закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.